Здорово, это Шамшурин и история следующая. Значит, недавно проводил консультацию с человеком. Запрос был такой, что я хочу, чтобы девушка, которая мне нравится, была моей, стала моей женой и так далее и тому подобное. Но выясняются следующие подробности, что знаком он с этой девушкой уже 6 лет. У них там давным-давно уже был первый секс. И за эти 6 лет они, по сути, виделись там, ну, буквально там несколько раз, может быть, раз 10 всего набегами. То есть они где-то встречались на отдыхе, где-то там специально созванивались, но то есть это было редко и мало. За это время у женщины были и другие мужчины, у этого парня была другая девушка, но он говорит, все-таки сейчас я созрел для того, чтобы с этой женщиной как-то сблизиться. Но и почему он забегал и засуетился, потому что эта девушка куда-то пропала внезапно. Все очень просто, я не буду рассказывать там всех подробностей консультации. История следующая, что, как выяснилось в ходе беседы, женщина давала многочисленные знаки на то, что она готова сблизиться. Она и прямым текстом как бы уже об этом говорила, и намекала, и говорила, что вот там есть какие-то мужчины. То есть она этому парню озвучивала, что есть какие-то мужчины, которые там меня зовут к себе, там с собой жить и так далее. Я вот отказываюсь, вот, что-то никто не решается. То есть она ему всячески давала понять, что, мол, братан, ты собираешься какие-то дальнейшие действия? Я с тобой, мне с тобой хорошо. И он говорит, что мне с этой девушкой так классно, так здорово, прям все так круто, мне с ней хорошо, как никогда. Я говорю, так а что, в чем проблема, что-то тянул. Вот, и как бы вот что-то он тянул. А получается такая история, почему она перестала выходить на связь, и она сказала, что, чувак, то есть, наверное, нам не стоит общаться. Потому что он ее не так давно пригласил на, ну, там, куда-то там на отдых. Они там встретились вместе, они там вообще классно две недели проводили время. И он говорит, блин, мне так было суперски хорошо, здорово и все прочее. И в итоге, вместо того, что если он уже решил, что он хочет, чтобы эта женщина была его, вместо того, чтобы предложить ей какие-то конкретные дальнейшие шаги, типа из серии, давай все, жить вместе, переезжай ко мне, там, будешь моей женой, невестой, и все, у нас будет семья. Вместо этого он в очередной раз, как бы, это не озвучил и сказал следующее, что, слушай, как было классно и здорово, я хочу с тобой провести еще и новогодние праздники. То есть, и насколько я понял, исходя из своего опыта и тех нюансов, которые мне озвучил, значит, женщина, возможно, в ожидании того, что сейчас-то он скажет, все, уже давай, наши отношения пойдут на следующий уровень, более серьезный, он опять вместо этого предложил ей просто встретиться через какое-то время, просто провести время. Женщины такую историю не очень любят, особенно, если, учитывая то, что этой девушке было 35, ей уже, конечно же, хочется, как бы, замуж, семью и так далее. И она, возможно, подумала, что ему просто так удобно, ему ничего не надо. В итоге она сказала, ну, окей, я подумаю, и потом, когда он ей позвонил, она просто не вызвонилась и написала смс-ку из серии, что, слушай, я тут все взвесила, думаю, что нам не надо встречаться, что-то мне неохота. То есть, не стала ему объяснять, почему. Но, очевидно, потому что этот мужчина не проявлял каких-то серьезных действий. То есть, у него были намерения, но он ничего с этим не делал. Что он сделал? Он сделал следующую ошибку, ну, будучи таким романтиком по натуре, он начал этой женщине, там, написывать. И когда я почитал эту переписку, я помню, что там опять эта романтическая слюнявая херня. То есть, из серии «Я хотел бы встречать с тобой рассвет», «Я хотел бы прожить с тобой всю жизнь», «Я хочу там сжечь с тобой кучу костров в лесу», «Я хочу там то-то-то». То есть, там был такой романтический бред, но, опять же, никакой конкретики. То есть, там не было нигде написано или сказано, что «Я хочу с тобой семью, давай, собирайся, я приеду, заберу тебя к себе, все. Отныне мы живем вместе». То есть, он говорит, как же так, а разве это не дает понять девушке, что я хочу? Нет, это не дает понять девушке, что я хочу. То есть, смотрите, мужчины более конкретные существа, чем женщины. Женщины чаще общаются намеками, издалека как-то так. Но качество, которое любую женщину будет вас заинтересовывать, это качество решимость и конкретика. Сказал о своем намерении, сделал. То есть, это, в принципе, подкупает любого человека. То есть, неважно, женщина с вами общается или кто-то еще, мужчина, там, не знаю, партнер по бизнесу. То есть, если вы конкретно озвучиваете свои намерения, ставите какие-то сроки, не знаю, готовы их исполнить и исполняете их, это всегда в плюс. Если вы этого не делаете, то это всегда в минус. Поэтому, ребят, значит, смотрите, женщинам не нужна вот эта романтическая херня. Вопреки тому, что женщина любит душами, женщина любит мужчин, способных на поступки. И еще выяснилась такая история, что нам часто вахтовики какие-то начали звонить, что это вахтовик. И я говорю, он говорит, что делать теперь? Я, блин, чувствую, что я ее потерял там, а-та-та. Я говорю, ну, значит, нужно ей позвонить, договориться о встрече, сказать, что я приеду в другой город. Он говорит, я не могу сейчас никуда приехать, я на вахте. И тогда спрашивается вопрос, а нахер ты вообще ей такой нужен, который за 6 лет ничего конкретного не смог предложить, ничего конкретного не мог сделать. И сейчас даже говоря о том, что так хочешь, так хочешь, чтобы эта женщина была с тобой, когда уже все реально висит на волоске, потому что ей надоело ждать, ты сможешь поехать туда только через 2 месяца. За 2 месяца она может уже, не знаю, 3 раза замуж выйти и так далее. Поэтому даже здесь он подумал, что, ну, наверное, я тогда подожду. Возможно, что она там за это время подумает. У него куча была версий. Может быть, надо, наоборот, пропасть. Может быть, я слишком был активный. Хотя это не активность, это просто дебильная, романтическая, никому не нужная хрень. Вот, то есть, и в моем понимании, что нужно было делать, ну, если уж ты сейчас рискуешь тем, что ты эту женщину потерял, он наконец-то одумался, что надо было предлагать конкретные вещи, нужно бросать все и ехать туда. Как-то договариваться, прояви свои коммуникативные навыки. Тут сейчас опять начнут полемику в комментариях из серии там, а если там уволят с работы, тут никто ничего не говорит. Смотрите, есть выбор всегда. Выбор, и всегда человек делает выбор из того, что сейчас на данный момент важнее. Если действительно важнее личная жизнь, всегда можно что-то придумать. Если важнее работа, окей. Но и там, и там могут быть определенные последствия, согласен. А еще я считаю, что одно из самых главных качеств мужчины нормального – это умение договариваться, это его коммуникативные способности. Это как раз то, что мы прокачиваем на тренинге практикой и на других наших мероприятиях. Потому что, еще раз, женщина – это какой-то хороший побочный эффект. То есть, прокачавшись на моем тренинге, прокачав свои коммуникативные навыки и остальные навыки, в том числе и яйца, ты, поняв, где ты себя обманываешь, то есть, ты получаешь в качестве побочного эффекта женщину в том количестве и качестве, в котором тебе хочется. Но это всего лишь побочка, потому что сам тренинг, он гораздо более глубокий. То есть, он позволяет тебе по жизни получать те результаты, которые ты хочешь во всех областях, потому что он тебя прокачивает так. И к чему я все это говорю? Что, ребята, женщины, вот, пожалуйста, не надо вот этих вот там… Как вот тут есть публика, которая каким-то хером смотрит и МД, и меня, и все прочее. То есть, там, почему я должен? Блядь, ничего не должен. Успокойся. Вот именно ты ничего не должен. Ты себе должен, в первую очередь. Нравится женщина, иди забери ее. Не нравится, не можешь забрать, тогда не выпендривайся, потому что, значит, это сделает кто-то другой. Вот и все. Это истины, которые никуда не денутся, они биологические, природные, какие угодно. Ты можешь как угодно сопротивляться миру, что почему я должен это, почему… Ты ничего не должен. Ты должен только самому себе. Но ты должен понимать, что есть определенные условия в мире всегда. Чтобы что-то получить, нужно, как бы, соответственно, взять ответственность на себя и понять, что это что-то может чего-то стоить, каких-то… То есть, что-то у тебя заберет в другом месте. Поэтому одно из самых важных качеств, которые нужны женщинам, это решимость. То есть, женщину как можно заинтересовать женщину? Женщину можно заинтересовать конкретикой и решимостью. Когда мужик сказал, я чего-то хочу, берет и делает. А не когда он просто там вокруг да около пляшет и расписывает романтические сообщения. Прокачать все это, в том числе, решимость, конечно же, когда ты идешь, ты видишь красивую девушку на улице и не можешь к ней даже подойти познакомиться. А какой нахер решимости вообще может идти речь? Когда забудь, сиди и довольствуйся тем, что тебе прилетает по ветру или по течению приплывает. Потому что всегда будут люди, которые берут то, что им нужно, то, что они хотят, любой ценой они это сделают. И всегда будут люди, которые так, ну, типа, нам и это хорошо, нам и это пойдет, которые привыкли получать огрызки от жизни и все прочее. Тут тебе самому надо выбирать. Хочешь нравиться женщина, бери дело, делай, бери действуй. Совершай действия. И спроси себя, какие действия ты совершил, если у тебя сейчас нет женщины, которая тебе нравится, либо у тебя есть отношение с той, которая тебе просто выедает мозг. И тебя вроде ничего не держит, даже дети, может быть, их нету. Но ты не можешь оттуда уйти. То есть спроси себя, какие действия сделал ты для того, чтобы получить женщину, которая тебе нравится. То есть вообще для того, чтобы хоть что-то в этой жизни получить. Не обязательно женщину. Что-то, что тебе нужно, что тебе хочется. Если тебе нужна в этом помощь, я с радостью сделаю это 12 по 15 ноября в Москве на тренинге практика. Ссылка здесь под видео, записывайся. Это будет мини-группа, еще больше уменьшенная, исходя из того, что сейчас определенные эпидемиологические условия. То есть в чем плюс этой группы, что ты еще больше получишь обратной связи лично от меня и от других тренеров. То есть еще больше индивидуальной работы. Ну и, соответственно, ты получишь то, что ты хочешь на этом тренинге. Ссылка под видео, записывайся. И, ребята, будьте более решительными. Хотите, делайте. Хотите, идите, забирайте любой ценой. Не можете этого сделать. Не удивляйтесь тогда, почему, какого хрена вы смотрите на себя в зеркало и думаете, сука, блядь, я с собой недоволен. Эта штука-то какая? Вы себя не обманете, ребята. Вы кого угодно можете обманывать, кроме себя самого. От своей тени убежать не получится. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok